МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире еженедельное информационное обозрение Седмица в студии Марины Селенковой. Сегодня в программе. 215 лет со дня рождения Пушкина отметили в Одессе. Какие стихи великого поэта читали на Приморском бульваре? Ожившая история разных эпох. Выставки одежды и национальной кухни. День исторического бульвара состоялся в Севастополе. И по воде, и по воздуху. После одиночного путешествия через Тихий океан священник Украинской православной церкви Федор Конихов собирается совершить кругосветное путешествие на воздушном шаре. Одесса отметила 215-ю годовщину со дня рождения Александра Пушкина. В самом сердце Южной Пальмиры на Приморском бульваре состоялась церемония возложения цветов к памятнику великому русскому поэту. В мероприятии приняли участие политики, дипломаты, преподаватели, учащиеся одесских школ и просто поклонники творчества поэта. В ходе мероприятия гости читали стихи Александра Сергеевича, говорили о том, как значимого творчества для Одессы. Подробнее в сюжете Наталья Марчук. Памятник Александру Сергеевичу Пушкину одесситы установили на собственное средство еще в 1889 году. Спустя почти полтора века он по-прежнему возвышается над сенью величественных платанов Приморского бульвара и продолжает собирать у своего подножия многочисленных почитателей таланта великого поэта. Александр Сергеевич Пушкин, конечно, для Одессы личность легендарная. Не было бы Пушкина, наверное, Одесса была бы другой, потому что его можно назвать краеугольным камнем одесской культуры. Все, что было после Пушкина, безусловно, опиралось даже на него. 215-е годовщина со дня рождения Александра Пушкина проходила в преддверии сороковин по погибшим в мае в Одесском Доме профсоюзов. Едва пришедшие в себя после трагедии, одесситы принесли к подножию памятника не только цветы и слова восхищений творчеством гения, но и боль, выраженную на белом листе бумаги, цитатой великого мастера Солова. «Ужасный век, ужасные сердца». Для многих эти строки из драмы Пушкина «Скупой рыцарь» актуальны и сегодня. Пушкин, я считаю, передал нам не только красоту русского языка, но он передал нам огромную информацию, которая до сих пор, я считаю, она не раскрыта, она зашифрована, и мы должны разбирать наследие Пушкина и передавать последующим поколениям. Мероприятие проходило скромнее, чем предыдущие годы. Участников немного, но тем ценнее были их слова, звучащие в адрес солнца русской поэзии. Вы знаете, Пушкин для Одессы – это нечто, вы знаете, божественное. Потому что, вы знаете, только Бог мог нам принести сюда, вот на землю, такое необыкновенное существо, как Пушкин. Мы говорим, красота спасет мир, да? А продолжение фразы «безобразие» его убьет. Ведь Пушкин – это совершенная красота, такая красота, такой эстетист. Только одесситы могут оценить по-настоящему творчество Пушкина. Ценят Пушкина в Одессе и стар, и млад. Ко дню его рождения юные пушкинисты читали стихи поэта. И детские, и не очень. Немало есть любителей на свете Судить о неизвестном им предмете Амбициозно, с видом знатоков. Друзья, не позволяйте дурням этим Моральных вам навешать тумаков. Три девицы под окном пряли поздно вечерком Кабы я была царица, говорит одна девица То для батюшки царя надкала я полотна В южной столице поэт прожил всего 13 месяцев Но за этот период он успел увековечить жемчужину у моря в своих стихах 3 июля 1823 года Пушкин поселился на итальянской улице Ныне Пушкинская, в гостинице Шарля Сикара Сейчас здесь расположен музей поэта В комнате Александра Сергеевича все остается по-прежнему Кажется, что хозяин покинул ее на несколько минут Оставив свой цилиндр и трость И вот-вот вернется сюда снова Сядет за этот стол, возьмет лист бумаги, перо и продолжит творить Именно здесь Пушкин написал поэму «Цыганы» Начал работу над романом Евгений Онегин Закончил бахчисарайский фонтан Сочинил целый ряд стихотворений, в том числе «Ночь», «Демон», «Телега жизни» Придет ужасный час Но главной темой в его творчестве оставалось море Перед отъездом из Одессы навсегда Морской стихии он посвятил прекрасные строки Прошло уже 215 лет со дня рождения Пушкина И неизвестно, родится ли еще подобный гений в наш непростой жестокий век Его называют солнцем русской поэзии не случайно Своей любовью, выраженной в стихах, он сумел обогреть огромное количество сердец Он заслужил, чтобы его наследие берегли и передавали потомкам как неоценимое богатство Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса Севастополь отметил юбилейный 25-й музейный праздник «День исторического бульвара» Это ежегодное массовое мероприятие организуется в канун Дня города Музеем героической обороны и освобождения Севастополя Традиционно праздник состоит из шести основных программ Выставочной, военно-исторической, конкурсной, концертно-развлекательной, детской и спортивной Так что каждый найдет здесь свою зону отдыха Окунуться в этот водоворот эмоций посчастливилось и нашей съемочной группе Один из любимых праздников «Севастопольцев» — День исторического бульвара Проводится уже в 25-й раз И накануне его марш-парад военно-исторических клубов по городскому кольцу Не смог остановить даже сильный ливень, как будто специально поджидавший начало шествия Чтобы разразиться в полную силу За такую решительность униформисты в день праздника щедро были одарены солнцем Одетые в точные копии костюмов солдат разных эпох Участники клубов стали объектом всех фотографов Поспешивших занять лучшие места во рву четвертого бастиона Где уже традиционно стали свидетелями реконструкции боя Прикоснуться к оружию воина и его доспеха Можно было, оказавшись на выставке, расположенной возле здания панорамы Занимаюсь давно, притягательно само то, что можно сделать красивое своими руками И которое нравится не только мне, но и людям, которые смотрят Для фантазии нет ограничений в этом деле Продемонстрировать не только свое мастерство, но и поделиться частью своей истории, бытом и культурой Угостив лакомствами национальной кухни Насладиться гостеприимством можно было, вступив на шумную аллею национально-культурных обществ Это традиционный напиток для тюркских народов, крымские татары в основе своей тюрки Такой летний освежающий напиток на основе кислого молока Рецепт я скажу только посетителям нашего праздника Среди посетителей и исполняющие обязанности губернатора Севастополя Сергея Миняева Вкусивший радушие каждой общины 33 национальных общества в городе Мы как символ единения, символ терпимости, символ толерантности Мы никого не обижаем, мы никого, никто нас не обижает То есть мы едины в своем стремлении жить в дружбе Для Валерия Асланбековича, прослужившего в армии на Украине 25 лет Вопрос принадлежности солдата к той или иной национальности никогда не был причиной конфликтов Воюют не национальности, а политики, уверяет он, предлагая свой рецепт жизни в согласии Никогда не надо выпячивать себя Что вот ты осетин, а все остальные это не люди Это неправильное мышление, это некрасиво Оно вот это все и порождает, вот этот национализм Здесь вот грузинское общество, они приходят сюда, они обнимаются Мы вместе выпиваем и у нас все одинаково У нас традиции одинаковые, у нас религии одинаковые Что мы должны делить? При чем тут национализм? Давайте выпьем за дружбу народа, за сегодняшний праздник Всем поздравляю Это праздник историй каждого, объединенных в единую историю добрососедства разных народов Насколько переплетены судьбы людей, удивляется и председатель сербского общества Рассказывая историю своей семьи Отчий дом в Хорватии пострадал во время войны от бомб Став памятником, напоминающим о недавней трагедии Крымская земля для семьи Глечий стала второй родиной Мой прапрадед 150 лет тому назад приехал сюда из Хорватии На южный берег Крыма И вот, в общем-то, природа здесь такая же, похоже Вот тут он и остался жить И с тех пор мы здесь уже перемешались Мы тут, для нас Крым это родное место Как не забывать свои корни и с уважением относиться к земле, ставшей для тебя родной Показал юбилейный праздник исторического бульвара Известный путешественник, 63-летний священник Запорожской епархии Украинской Православной Церкви Федор Конихов завершил путешествие на весельной лодке через Тихий океан Путешествие было совершено в одиночку и без захода в порты за 160 дней Он стартовал 22 декабря из порта Конкон в Чили Преодолел на лодке под названием Тургаяк свыше 17 тысяч километров И финишировал в городке Мулулабаф в Австралии После триумфального финиша, отвечая на вопрос о планах на будущее Священник сообщил, что задумал совершить беспосадочный перелет вокруг земли на воздушном шаре Стартовать он намерен в Австралии Вместе с тем путешественник категорически отказался говорить, когда это может произойти Напомню, что во время последнего путешествия отца Федора в океане преследовала акула А Пасху он отметил среди китов По словам священника Федора Конихова, этим проектом он хотел показать, что с Богом все возможно Выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов С этой информацией вас ознакомит Валерий Криценко Здравствуйте! Все публикации в нашем обзоре призывают поразмышлять над тем, что происходит в мире сегодня Сирийские христиане стоят перед угрозой полного уничтожения За время вооруженного конфликта в Сирии боевики полностью уничтожили свыше 60 храмов и монастырей этой страны Из-за военных действий свои дома были вынуждены покинуть более 70 тысяч православных Сегодня христиане здесь стоят перед угрозой полного уничтожения Исламистский режим, который придет на смену осаду, угрожает повторить армянский геноцид Американская политика в отношении Сирии удручающе непоследовательно Если американские лидеры настолько обеспокоены тем, что режимы убивают тысячи своих граждан То почему они не обращают внимания на то, что совсем недавно произошло в Египте И почему США так настойчиво пытаются истребить христианство в Сирии Подробнее об этом читайте на сайте интернет-проект и на СМИ.ру Бывает ли история без искажений? Нужна ли государству идеология? Как историкам реагировать на попытки исказить прошлое? Что будет лучшей стратегией защиты истории? Руководитель Центра православной антиклопедии Сергей Кровец О том, что настоящая история сегодня мало кого интересует Правильно ли называть историю служанкой идеологии? И в целом, насколько и как фальсифицируют историю и меняют историческую науку в наше время? Национальная идея, как ее придумать и внедрить? Материал подготовила ежедневные интернет-издания «Православие и мир» О священных именах Национальное сознание опирается на определенные символические события и имена Материал тут предоставляет история, но он неизбежно проходит обработку Кого-то прославляют, кого-то задвигают в дальний угол Выстраивание национального сознания – процесс, который может породить преданный своей стране и процветающий народ А может породить и нечто другое Можно ли скрестить ужас ежом о идее пламенного гонителя церкви с традиционными ценностями, окоренящимися в православии? Найти ответ на этот вопрос призывает аналитическое обозрение Радонеж Взирая на лица У вас есть старинный семейный альбом? Если нет, сходите в ближайший краеведческий музей Посмотрите на человеческие лица 20-х, 40-х, 60-х годов Внимательно посмотрите Ничего не настораживает? Они позавчерашние совсем не такие, как мы сегодняшние А какие? Неужели все-таки форма так зависит от содержания? И что скажут правнуки про нас, глядя на наши фотографии? Об этом пишет сайт православия.ру Семь способов не стать чужим ребенку Советы психологов о детях и времени Сколько времени в идеале нужно проводить с детьми? Как быть, если из-за занятости родителям этого времени катастрофически не хватает? Чем интересно и полезно заниматься с ребенком в разных его возрастах? А есть ли ситуации, когда участие родителя в жизни чада как раз нежелательно? Как не перекормить его заботой? Своими рекомендациями с нами поделились психологи Катерина Демина и Евгения Пайсон Публикацию вы найдете на сайте журнала ФОМА О новых интересных темах мы поговорим ровно через неделю Мы продолжаем выпуск Далее в нашей программе такие темы Какие перья носили мужчины? В каких туфельках танцевали женщины в 17 веке? В национальном заповеднике Киево-Печерской лавры открылась выставка исторического костюма Церковь с голубями Храм Святого Духа поселки Шевченко отметил сразу две юбилейные даты В Хабаровске создан уникальный передвижной православный театр Духовно-просветительские спектакли помогут собрать средства для социально незащищенных людей В национальном заповеднике Киево-Печерская лавра на одной из выставок исторический костюм Можно рассмотреть, как одевались на территории современной Украины в 17 веке влиятельные сословия Какие перья носили мужчины, в каких туфельках танцевали женщины И как неудивительно, в искусстве научной реконструкции помогли иконы Оказывается, тогда церковных дарительниц изображали на волынских народных иконах во всей красе С гардеробными тонкостями и парикмахерскими нюансами Возрадить роскошное убранство 17 века взяла семья Погоржельских из Киева Они увлеклись исторической реконструкцией 14 лет назад Прочли портняжеские книги, древнейшие из них относятся к 1590 году Пошили 21 костюм и выставили их в экспозиции краски 17 века Искусство реконструкции В 17 веке часть современной Украины входила в состав Речи Посполитой Где одновременно существовали и западноевропейская мода, и восточная Это очень яркая эпоха наслоения разных течений моды Тем более территория Украины была в этом плане очень интересна Она отличалась от соседних территорий тем, что у нас аккумулировались все мутные течения, которые были у наших соседей Это и Османская империя, это и венгры, это и татары, это и персы Мастера реконструкции говорят, что когда приезжали из наших земель послы, то горожане Западной Европы сбегались, чтобы поглядеть на их роскошные наряды Шелка, бархат, серебряные пуговицы Вот здесь пуговица, которую мы сделали, отлили сами из настоящих пуговиц 17 века Шкуры волка и перья ястреба в мужском гардеробе Это настоящая волчья шкура Этот костюм украшен мехом медведя Интересный момент, это обувь Здесь мы показали турецкого типа сапоги Они пошиты в Турции, турками, по крою, который сохранился в Турецком музее Такие сапоги указываются во многих описаниях украинских шляхтичей И они представляют собой кожаный мягкий сапог, который вдевается потом в отдельные тапочки Это уже конец 17 века Они пошиты нашими киевскими мастерами по мерке И они представляют собой кожаную туфельку, которая сверху обтянута натуральным шелком И по моде того времени туфелька имеет каблучок деревянный, обтянутый именно белой кожей И сверху набивалось такой каблук с супинатором Вот один из таких супинаторов металлических сохранился в музее в Санкт-Петербурге Ирина Погоржельская по крупицам собирает информацию об убранстве 17 века Из архивных документов, музейных фондов и портняжеских книг В каждом средневековом городе был цех портных, где изготовляли верхнюю одежду А вот нательные рубашки шили собственными руками даже королевы Вот этот женский наряд с волынской иконой 17 века Карманов не было в 17 веке, и поэтому вот в эти разрезы продевалась рука А дальше, внизу были карманы, которые как сумочки привязывались к поясу Было время, когда роскошный гардероб благородного сословия был настоящим капиталовложением Одежды могли рассчитываться за пленного, оставить залог А еще по крою кафтана определяли политическую принадлежность человека Известен такой очень интересный, это даже не анекдот, это исторический момент Который зафиксирован в дневниках Когда шляхта отказалась приветствовать польского короля А шляхта, которая была и с нашей территории Украины, и с Литвой собиралась Потому что он пренебрег нашим сарматским костюмом типичным И одел западноевропейский Историки моды говорят, что одежду вельмож украшали тесьмой из настоящего золота На случай войны ее снова переплавляли в драгоценный металл Обязательным атрибутом гардероба благородного сословия была сабля Сабля, как и меч, и как любое, так или иначе, клинковое оружие Была элементом рыцарства И, соответственно, только человек именно шляхетского рода Имел право носить с собой саблю при людях Если шляхтич выступал на парад, или, скажем, в люди, или в социум без сабли Для него это считалось позором Во время боевых действий саблю также могли иметь и мещане, и низшие сословия Которые также брали участие в военных действиях, в войсках Но именно во время спокойствия и во время мира саблю имел право носить только шляхтич Семейство Погоржельских гордится своей коллекцией Говорят, все началось от прабабушки и прадедушки, портного и белошвейки Они не выпускали из рук иголку и ножницы Значительно позже отец семейства увлекся историей и искусством реконструкции Так и вошел удивительный 17 век в украинскую семью 21-го столетия А жить одновременно в двух столетиях еще интереснее Уже несколько лет настоятель Святодуховского храма в городском поселке Шевченко Протеерей Николай Волков на территории прихода содержит и разводит голубей Название храма неразрывно связано с этими птицами Ведь именно белые голуби – символ Святого Духа, мира и благодати День Святого Духа, праздник, который, согласно церковной традиции, отмечают на следующий день После Святой Троицы в Святодуховском храме в этом году отмечали особенно торжественно Здесь сразу две юбилейные даты Десятилетие начала литургической жизни храма И десятилетие хиротони настоятеля прихода Николая Волкова О юбилее священнике-музыканте и голубях в нашем сюжете Несмотря на дочь, которую зарядил с утра, прихожане Святодуховского храма спешат на литургию Ведь сегодня здесь двойной праздник – десятилетие хиротони настоятеля прихода Николая Волкова И десятилетие начала литургической жизни этого храма Сегодня трудно поверить то, что эта церковь была построена из старого школьного здания История этого храма весьма примечательная В свое время это была школа некогда послевоенная Которую строили всем миром, всем поселкам Она прослужила много лет и потом, как и многое в нашем государстве Пришло в упадок, в разрушение Но отец Николай силой своего духа, верой, благословением Божиим Сумел из этих руин воссоздать прекрасный храм На праздничной литургии, которую возглавил митрополит Днепропетровский Павлоградский Ириней Множество прихожан Храм, освященный в честь Святого Духа, продолжает исторические традиции Стариного города Екатеринослава Еще в 1778 году в городском поселении Шевченко Которое находится в трех километрах от знаменитой Богородицкой крепости Была заложена церковь Святого Духа Но в советское время ее разрушили Возрождение храма произошло лишь 10 лет назад Благодаря трудам священника Николая Волкова и жителей поселка Отец Николай вокруг себя сплотил жителей этого поселка И каждый из них, кто по кирпичику, кто по гвоздику, кто там, что мог То и несли, и делали, и восстанавливали этот храм Священник Николай Волков родился и вырос здесь, в поселке Шевченко Здесь его знают и любят, к нему всегда приходят за советом, как к близкому человеку Его мама была глубоко верующим человеком и мечтала, чтобы младший сын, десятый по счету, стал священником Каждое воскресенье она водила своего Николушку в Приднепровск на богослужение Ведь в поселке храма тогда не было Но сын выбрал профессию музыканта В свое время он закончил с отличием Донецкий музыкально-педагогический институт Затем Одесскую консерваторию по классу тромбона До принятия священнического сана он был главным дирижером Днепропетровского образцового духового оркестра эстрадной музыки В свое время, когда он вел светскую жизнь, эта светская жизнь была все равно одухотворена музыкой Великим тоже таинством жизни Почему? Потому что вибрации музыки, они возрождают в человека все самое возвышенное, все самое духовное Мечта его мамы воплотилась в жизнь Сын со временем стал священником Но музыка по-прежнему озаряет его жизнь И главное, отец Николай слышит мелодию сердца каждого человека, приходящего в храм Поэтому и люди к нему относятся с любовью и почтением Он очень к людям относится по-доброму Готов все сделать, чтобы помочь, подсказать, посоветовать Он такой человек Научиться говорить на языке сердца, чтобы слова были понятны всякому На каком бы наречии мы не изъяснялись Вот к чему должен стремиться человек, чтобы разобраться в грамматике бытия Отец Николай научился Музыка и язык богослужения соединились в его сердце Создавая единую мелодию любви Господь управил здесь, где была школа, где наши отцы и матери построили школу И она пришла в запустение И по восстановению митрополита Ринея здесь начало все процветать И вы сейчас видите, прекрасный храм Человек, созданный духом Творца, непостижимо сложен И в каждом есть такие потайные струны, которые изначально вложил в нас Бог У каждого из нас своя мелодия души Не случайно на храмовом празднике звучал духовой оркестр Музыканты пришли поздравить настоятеля храма и выразить ему свое почтение Я батюшку Николая знаю как руководителя духового оркестра Он был у нас в конец 80-х, начало 90-х годов В Днепропетровском металлургическом институте руководителем оркестра Я знакома с ним достаточно давно Мой муж играл с ним в одном оркестре Поэтому для меня этот человек очень много в жизни значит Когда храм только еще начинал строиться и было только маленькое помещение Нам был отец Николай так близок к душе Мы решили венчаться в этой церкви Мы были первой венчальной парой После литургии дождь закончился И в лучах яркого солнца над храмом кружили голубя На приходе, где служит отец Николай, более сотни белых голубей И это не случайно Ведь название храма Свято-Духовский неразрывно связано с этими птицами В содержании голубей кропотливый труд, который требует особой любви к этим восхитительным птицам Помогают отцу Николаю ребятишки из воскресной школы Именно о детях в первую очередь печется священник О чистоте их души, символом которой и является белый голубь Они красивые и очень-очень белые И мне нравятся голуби Я очень часто бываю в этом храме И батюшка очень добрый и всегда добрый, как ребенок, только взрослый В праздничный день всех ждал сюрприз За дирижерским пультом отец Николай Взмак дирижерской палочки и звучит знаменитый марш славянки Зрители в восторге Это большой праздник, это большая радость Верующие заполнили этот храм и усердно молились Они вспомнили и историю своего храма Как 10 лет назад зарождалась община Как строился храм, какие были трудности Но сколько было энтузиазма и радости И отец Николай этот путь прошел Он еще не забыл своего мастерства управления оркестром И это мы видели Он продолжает созидать духовность в приходе Силой своего слова, своего таланта музыкального И поэтому у него много детей и взрослых И община крепкая И он в этом микрорайоне уважаемый человек Хочется пожелать ему здоровья, мира, благоденствия Пусть дети так предпринимают эту эстафету Красоты этой духовной И пусть их жизнь преображается И в музыке, и в молитве, и в храме Божьем Анна Ригульская, Марина Полякова, программа «Седмица» Проект Святой Иннокентьевского храма «Театр учит добру» начинает свою работу в Хабаровске Идея проекта заключается в создании Передвижного православного просветительского театра В ближайших планах организация специальных курсов Когда будут приглашены преподаватели по актерскому мастерству Сценической речи и другим обязательным театральным навыкам В том числе и среди обязательных занятий Изучение основ православной культуры Набор артистов на обучение будет проходить Из числа активистов как уже сложившихся Переходских театральных групп, так и тех Кто только еще думает, попробует свои силы в сценическом искусстве В ходе реализации проекта православным театром В Хабаровске будут поставлены Духовно-просветительские спектакли А также организованы гастроли В отдаленные населенные пункты края Отдельно пройдут благотворительные представления Со сбором средств для социально незащищенных людей Это была последняя новость сегодняшнего выпуска До встречи ровно через неделю До свидания